Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Pillars of Eternity, и у нас на повестке дня исследования последнего, правильно, последнего района, да, последнего района вухты непокорности, это Дар-Ондры. В вот эти вот два здания мы заходили, вот это, в это, в это, потопали дальше, мы даже заходили еще и вот в это, да, насколько я помню, здесь мы, да, в заброшенном доме, в этом мы искали анимансера, который помог, ну, в общем, исследования нам нужны его были, чтобы сделать, оживить доспехи. Для рыцарей Горна, так, давайте посмотрим, крюк может пригодится когда-нибудь, браган, давайте сохранимся, посмотрим, что это, кто это за браган такой, понятно, никто, ровным счетом никто. Пока что, во всяком случае, дальше, может, он более разговорчивый будет, так, тут у нас... Не дадут нам полутать... Вот это все дела, ну, ладно. С этими ребятами говорить бессмысленно, мы просто можем узнать какую-то историю о них, не больше. Никаких интересных диалогов нас не ждет. Ладно. Я забыл, что желательно еще и по стелсу тут везде ходить. Это у нас что? Ветхий дом. Запертый ветхий дом. Открыли. И... И здесь ничего. Ну, это хорошо. Немного эля. Немного еще сахара. Это у нас жемчуг. Ну, пойдет. Недаром зашли уже. Каких-то камушков набрали. Камушки нам понадобятся для зачарования, я уверен, потом. Для какого-либо... Так, ну, ну. Пошли. Что там? И возвращается. Так, хорошо, провели. Требуется строитель, можно без опыта работы. Неа. Вы подходите ближе, и она бросается вам навстречу. Не хочешь подработать на стройке? Она одета просто, но куда симпатичнее большинства жителей Дараондры. Я хорошо заплачу. Судя по всему, местные не горят желанием работать на тебя. Они все просто трусы, наслушавшиеся бабушкиных сказок. Она качает головой. Я предлагаю хорошие деньги, но как только рассказываю подробности, подробнее о работе, они понимают, поминают владычицу скорби и сплевывают. Все верят в то, что с самого потопа в Дареондре в маяке обитают привидения. Эхо войны. При потопе погибло столько народу, что их неупокоенными душами можно не то что маяк, целый квартал заселить. В Дареондре был потоп? Во времена войны непокорности. Это был один из последних ударов по Айдирской армии. И этот удар дорого нам обошелся. Планировалось, что всех жителей заблаговременно эвакуируют, но уехать успели не все. Айдирск казнили всех, кого нашли. А сумевшие спрятаться, утонули несколько часов спустя, когда люди Хадрета обрушили дамбу. Местные говорят, одной из оставшихся была смотрительница маяка, одной из последних погибших. Не знаю, почему они считают, что во всем Даре привидения живут только в маяке, но вот так вот. Меня это не остановит. Отлично, пора уже кому-нибудь положить конец тем глупостям. Она роется в камине и выуживает оттуда ключ, отдавая его вам. Она мгновение колеблется, будь осторожен. Не то, чтобы я верила в сказки про призраков, но это старое строение, так что повнимательней там. У меня есть какие-то кое-какие вопросы. Ты знаешь, что может быть внутри маяка? Если бы Ниа пожимает плечами, он заброшен со времен потопа. Что ты собираешься построить? Трактир, наверное. Она заправляет выбившуюся прядь волос за ухо. В Даре не хватает заведения по приличней соленой мачте. Этот район в упадке со времен войны непокорности. И кажется, он готов к новшествам. Так что вообрази себе мой восторг, когда я нашла это место. Три этажа у самого моря, выставленные на продажу за относительно небольшие деньги. Продавец сказал, что есть и другие желающие, так что я поспешила заключить сделку, даже не заглянув внутрь. Глупо знаю. Она качает головой. Я из нового Хиамара, поэтому, хоть я и знала затопление, понятия не имела о суевериях, которые местные оплели старый маяк. А когда все выяснилось, продавец был уже далеко. Так что если мне удастся хотя бы вернуть свои вложения, это будет настоящим чудом от владычицы скорбей. Так... Но она уже сказала, что она не местная, как бы, да. Ну ладно, хорошо. Маяк. Где маяк? Вот маяк. Ну пошли. Окей, пойдем посмотрим. Найти источник завываний. Так. Здорово. Здорово. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что произошло? Эмм... Эмм... Ну ладно. Будем... Что-то делать. Я знаю. У нас есть... Этот. И что еще у нас есть? Эмм... Да, у нас, кстати, вот еще один есть. Фантом. Есть... Этот... Старакан. Мгм. Угу. Угу. Так. Давайте я в оленя сразу, наверное, чтобы с этим умершим бы быстрее разобраться. Всякие фантомы нам немного помогут, я думаю. Так. Хорошо. Давайте мы мечик дадим. Раз тут так, нам близко так подошли уж. То мы попробуем. Давайте меточку кинем, да? Мы как раз вместе с волком атакуем. Эм... 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 Нам тут тоже что-то всем не сладко приходится, по-моему. Эм... Эм... Пока может быть я в облике, давайте может быть молнией, да? Я немножко дольше держусь в этом облике. Ух ты, ёлки-палки, ух ты, ёлки-палки, как же нас пробирают, да? Не слабо, давайте хилочку сюда, быстрее, быстрее, давай вот эту вот, хилочку эту, хил... Это не хилочка, это вот эту дезориентацию. Кто-то там говорит, что что-то, да, не срабатывает явно. Эм... Попробуем, может быть... Это, кстати, тоже хорошая хилочка, но... Эм... Кожу дубовую, вот так вот на нас защиты больше будет. А потом ещё раз молнии попробуем, да? Молнии, по-моему, как раз стояли, ну, наш главный герой говорит, что с молниями не сложилось. Сюда мы закинуть не можем. Давайте хоть от этих... Хотя, по-моему, вот эти вот призраки, они более противны, но... Я не шарю на самом деле. М-м-м... Так, хорошо, защита немного пошла. Давайте молнии теперь. Так, тем... В нём мы всё лечим и лечим нашу игруку. Так, есть контакт, хорошо. Пора, по-моему, ещё перекастовать регенерацию. Да, молнии зашли. После молнии можно уже что-то интересное такое. Так, выносливая в области действия. Ой, смотрите, какая штука. Лунный колодец, давайте зафигачим. Вот, давай, колодец. Есть, такое дело. Хорошо. Ракетами давайте попробуем, кстати, чё там попротив тени. Бах, не успел даже ракеты попробовать. Конечно. Конечно. О, фух. Ну, не то, чтобы это было прям очень страшно, очень сложно, но было весьма неприятно. За счёт того, что мы... в таком положении не очень удачном были, да? И окружены оказались. Так, неожиданно они просто так заспаунились. Наверх, пока мы не идём, у нас ещё на первом этаже есть... неизведанные местечки. О, да, пойдёт. Но главное, что все живы даже остались вообще без проблем... Оооо, ладно. Может быть, мы попробуем так сейчас побырику запилить. А, это эти, да? Дождевые блайты. Забавные. Давай меч огненный. Во-во-во-во-во-во-во, мы б кого-то потеряли. Ну, да. На этого блайта не стал обращать внимания. Думал, он сам ничего такого не сделает, неприятного нам, но... Заставил понервничать. Ах, блин, ещё и, да, у нас... Хорошо, у нас есть. Знаете, что у нас есть? Здесь. Где-то у нас было заклинание, я так прямо не найду, наверное. Спротив скованности, недоумение. Вот это вот только в бою не дает серьезно раненому персонажу полностью потерять запас здоровья и погибнуть. Ну вот это было бы, конечно, здорово, но, блин, я, наверное, лучше я вздремну все же. Лучше я все же вздремну. Здесь нельзя устроить привал, блин, жалко. Ладно, придется идти спать, наверное, в соленую мачту. Наверное. Что поделать? Если будут постоянно так появляться из ниоткудова разные призраки, то это, конечно, будет не очень приятно. Так, что у нас там со строительством? Еще один день строиться будет, ладно. Что значит без оплаты? Что им просто, типа, еще не заплатили или как? Странно. Первобытная вода из блайтов этих дропается. Где у нас торговая компания? Соленая мачта здесь. Ну, не то, чтобы нам по пути прям, да, ну ладно, придется. Другого выбора у нас нет. В городе мы просто так поспать нигде лечь не можем. Так, в этот домик мы заходили. Нет, эти ребята нам неинтересны. Беженцы тоже неинтересны. Полиджина. Будь проклят, этот сын дворняги. Она смотрит в сторону водных просторок в широкими блестящими золотом глазами. Взгляд ее устремлен мимо вас на далекий горизонт. Затем, осознав ваше присутствие, она поворачивает свою пернатую голову к вам. Хм, хочешь управлять разорившейся в Айлианской торговой компании? Если у тебя есть хотя бы капелька мозгов, то ты сможешь что-то из нее сделать. Она сжимает зубы и тихо продолжает. Если ты не против вытереть пару пятен крови, что, собственно, происходит? Если бы я знала, то настроение у меня было бы лучше. Еще, еще что могу сказать точно, местная верцана намеревается оказаться в могиле еще до конца сезона. Что? Я не понял. Застой глядшегося, криво силы кинулся в вашем направлении. Кто там? Картаго. Факел. Взгляни на мой товар. Ммм, пояс Штельгара Перчатки чистоплюя, отлично Распространение чумы Приступ разложения Кольцо чудес Ууу, второй шанс Так, второй шанс это дает второй шанс, блин Это, наверное, когда мы сознание как раз теряем, да? Сила решительности, сила сложения Блин, хорошее кольцо такое Бонус хлысту души А, чисто для меня, да, походу? Дикого удара Так, а дикий удар это у нас что такое вообще? Интересно Куча зелий, куча заклинаний Мозг чей-то Бигль Что это такое? Ага, ясно Разные алхимические ингредиенты Которые, может быть, нам понадобятся для зачарования Хорошо, это мы место запомним Давайте зайдем Это, получается, Паладжина Это еще один из потенциальных наших компаньонов Я бы с удовольствием взял бы ее Не знаю, будет ли она Будет ли она, как бы, да, с нами В группе Но, как минимум В крепости я бы хотел ее видеть Так, за прилавком стоит молодая женщина Она смотрит на вас И в ее глазах виден проницательный ум Добро пожаловать Это ваш первый визит В Аэльянскую торговую компанию, не так ли? Пожалуйста, обращайтесь Как только вам понадобится моя помощь В официальном тоне ее слов Скользит искреннее любопытство Что это за место? В Аэльянская торговая компания Ассоциация торговцев в Аэльянских республик Мы контролируем сделки И ведем переговоры от имени наших торговцев Это наш склад Здесь мы храним поставки товаров Ты кто? Я помощник начальника этого склада Сейчас я помогаю верцана вести дела Но, когда он идет в отставку Я приму на себя руководство Ну, или, когда компания решит Что пришло время для смены руководства Ясно Не то, чтобы прям ясно Но Вопрос в том, что тут Паладжина делала День платежа Хорошо Местре Местре В углу складского помещения Человек руководит грузчиками Когда он указывает и машет рабочим Его пальцы переливаются Россыпью перстней Его шелковые одежды Украшены искусной вышивкой Но видно, что они далеко не новые Вы замечаете Штопку на плечах И аккуратную заплатку на локте Добро пожаловать Это штаб и складские помещения Вайлянской торговой компании Но Ты припозднился Я Связался с залом экспедиции Еще вчера Отправленное Отправление Не может ждать Что нужно доставить? Он дергает свою бороду Я так понимаю Ты не из той компании С которой я договаривался В зале экспедиции Он машет рукой Но ты здесь А их тут нет Вот мешок с семенами Горькой тыквы Обладающими Великолепным Лекарственным свойством Немногие в бухте непокорности Трагуют ими Но те, кто торгуют Знают, насколько они ценные Звучит несложно Почему ты просишь об этом меня? Он хмурится И его идеальная бородка Перекашивается В последнее время Кто-то грабит Моих постоянных посыльных Судя по всему Кто-то из конкурентов Завидует моим успехом В любом случае Тебя никто не заподозрит В связи со мной Так что Тебе должно повезти А если нет Он пожимает плечами И ухмыляется Ты, похоже, можешь за себя постоять Что же До твоей честности Полагаю У меня нет другого выбора Кроме как доверить тебе Довериться тебе Так же Как тебе придется поверить Мне на слово Что никому Кроме адресата Ты это сбыть не сможешь Но я сделаю это Ладно Великолепно Так отнеси это Человеку по имени Гаррет в гуся и лесу В Коперлэне Он знает Что с этим делать А возвращайся Как сделаешь Получишь свои бабки Тебе лучше отправиться В путь Такие дела Кто была эта женщина В перьях А ты должно быть Имеешь ввиду Полиджину Она паладина Работает на Валианское посольство Он хихикает Она хороший солдат Но с дисциплиной У нее не очень Слишком взрывная Она показалась мне Злой Неудивительно У нее непростая судьба Женщина в братстве паладинов Да еще и с таким Необычным даром богов Я могу еще чем-нибудь помочь Или возвращаюсь К своим делам Расскажи мне что вы здесь делаете Я купец Так Хотел бы получше узнать Мы союз торговцев Продаем Всевозможные товары Его улыбка гаснет Что-то не так Ничего Он взмахивает рукой Только в последние месяцы Конкуренция обострилась Как никогда Но я думаю Это следовало ожидать Учитывая влияние Наследия Как здесь-то называют Ясно Ладно Так Где мне найти Снова Полиджину Так Открыть мы можем Без проблем Блин Как-то Не вовремя А нет Все нормально Да А Травку туда продают Оказывается Вот оно В чем дело А сюда нам Наверное нельзя Или можно Да вроде можно Сейчас она выйдет Мы пока сохранимся И посмотрим Что у них тут Интересного Что? Я могу Это Семплый тест Так Гранат Охотничий лук Хорошего качества Я здесь Ничего Прям Такого Необычного Ладно Мы Движемся Дальше К Таверне Все же Поспать тут Нам не дадут К сожалению Ну я предполагаю Что на нас просто Обязан кто-то Напасть Так Может Не самая Лучшая идея Была заходить Во все подряд Дома А Стоп Я понял Это Не то чтобы Прям дом Да Окей Тут мы уже были Ну все Дальше вроде бы Следующая как раз Это таверна Ой Что это Где это Куда-то карта Бежала немного Так Моряк Моряк Слушайте Там вон какой-то Ништяк Затонувший А мы тут Ходить можем Кстати Да Ух ты Ух ты Воу 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 Хо 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 Так Подождите Подождите Отступаем Это интересно Это интересно Прям вот так Вот да Хм Ладно Мы Мы Сейчас К вам Придем Так Моряк Молока Немного Взяли Нам еще Получается В этом районе Если я не ошибаюсь Ах ты Ах ты Елки А вот Кстати Головорез Доминелов Определенная Репутация Жаль Только Она Плохая Окей Ах Нет 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 Уходи 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 Как можно Быстрее Уходи Так Что мы Можем Здесь Сделать Жалко Нет Какой Нибудь Стены Огня Чтобы Вот так Вот Поставить Ее Здесь И все Заражение Мне что-то Не очень нравится Сдерживание Зверей Нам как-то Не канает Так Давай 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 Упс Хорошо Это наше Так Эдр Давай 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 Тоже Песик Сбивай С ног Тут всех Чтобы задержать Их Как можно Надольше Так Хорошо Давай Песик Будет Его Бить Меточку На него Жа Так Нет 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 Сбивание С ног Что у нас Там Не видно Из-за Заклинаний Этих Так У меня Есть Где-то Еще А вот Кстати Запрет Можно Сразу Да Вот так Бахнуть На себя И Уже Как минимум Я Ну Не то Чтобы Прям Очень Спокоен Да Но Все Ж Хотя Бо Какая Надежда Есть Что Он Не умрет Так Вот Просто С одного Выстрела Где-нибудь Лишнего Неудачного Так Давай Помирай Что у нас Молнии Мы давно Не кастовали Мне нравятся Вот эти Молнии Очень Такие Приятные А у Мага Кстати Да У нас Есть Вон Замечательное Заклинание Которое Не даст Никому Встать Все Почему-то Мага И бьют Как ни Странно Так Я кстати Не посмотрел На урон От этих Молний Может Они Как-то И Не Зашли Давайте Еще Разок Угу Так Тут У нас Давайте Небольшую Защиту Было бы Неплохо Получить Еще Вот так Так Берем Пушку Давайте Добьем Хорошо Хорошо Все Ну Эти Ребята Ничем Не Примечательные Такие Так Все Сохраняемся И пошли Теперь Наконец-то Наверное В таверну Я надеюсь В таверне На нас Никто Уж Не нападет Так Таверна Дом От Д Ну Пока что Нам Все же В таверну Нужно Первым Делом Кровища Тут Какая-то Хватай Кошелек И Бежим Снова Какие-то Бандиты Ну и Здесь Местечки Конечно Вельможа Поднять Его Что Случилось Он аккуратно Утирает Кровь Я Я просто Шел В клуб Но Это Не Лучшая Часть Города Прежде Чер Никогда Не Нападала Даже Ночь С И Кали Не Стоит Этого Он Уходит Прихрам Понятно Так Ладно Все Идем Я Надеюсь Это Не Просто Да Заведение Определенного Характера А Еще И Таверна Где Можно Будет Спокойно Вздрем Я Надеюсь Так Плесни Чего Нибудь Да Можно И Вздрем Здесь Будет Хорошо Так Вычет Урона Плюс Два Забираю Я Весель Телосложение Плюс Один Медовуха Такое Выносливость Сила Плюс Один Восприятие Выносливость Сила Плюс Два Выносливость Рис Телосложение Восприятие Плюс Один Выносливость Самое Дорогое Это Кассита Выносливость И интеллект Ну короче Такое Пока Еда Мне не особо Нужна Что Мне нужно Так Это Вот Давайте Ловкость И восприятие Транзакция Да Да Давайте Мы Нажмем Кнопочку Торговать А теперь Поспим Наконец-то Вот Так Я наверное Все таки Сейчас Давайте Мы уже Доведем До ума Маяк Я думаю Что Небольшой Да Там Три Этажа Вроде Как Первый Мы уже Очистили Еще Вроде Два Этажа Всего Навсего Осталось Поэтому Давайте Мы сейчас Быстренько Пробежимся К маяку Хотя Там Ладно Давайте К маяку Давайте По порядку Раз Мы уже Зашли Первым Делом В маяк Но У нас Случилось Небольшой Такой Эксидент Эксидент Вот Мы Все таки Добьем В этой серии Маяк Я думаю Хотя Уже Полчаса Наши Практически Это День платежа Ясно Полчаса Наши Прошли Но я надеюсь Что минут 15 Не больше Затянется Еще маяк Так И сразу Топаем На второй этаж Я надеюсь Заново Призраки Спавниться Не будут Очень Надеюсь По стелсу Пойдем Может Кстати Они Спавнятся Так Неожиданно Из-за того Что я По стелсу Иду Нет Не знаю Так Ну Теперь Я буду Готов О Смотрите А тут Уже Они Есть Сразу Прям Так И Это Просто Замечательно Потому Что Мы Можем Сразу Просто Вот так Вот Зарядить В них Огненный Шар Допустим Опс Это не Шар Огненный Шар Говорю Придется Подойти Да Не Хотелось Б Б Ладно Попробуем Сейчас Так Всех Перевооружили Окей Я может быть Тоже Что-то могу Сейчас Такого Волна Град Блин Ну Жалко Град Тратить На Каких-то Призраков Таких Не Очень Да Вот Это уже больше похоже на правду На то что я хочу видеть Да Да Заряжаем Огненный шар влетел И Молния тоже попала на всех Молния чуть дольше кастуется И огненный шар прям сразу вылетает Это очень приятно Так Поехали Упс Тут К нам К нам сразу Да Прилетели Ребята Давайте мы вызовем Подкрепление Небольшое Ну Блин И теперь Наверное Уж мы С градом Зальем Все это дело Раз их тут так много Так И проверим Что там с градом Тени Тени Град еще Наверное Не закончился Эддар Лот Вот Град Промах Два промаха Попадание Призрак Взрывная смерть Так Ну Много промаха В град нам выдал Больше ничего полезного От него мы не добились К сожалению Ну ладно Ничего Промахи тоже случаются И вон Допустим Тот же Огненный шар Промахивается По Всем Противникам Это конечно Да Жестко Так А ну ка Полечимся Чуток Хорошо Так А че ты Не можешь По ним Давай Не достреливает Видимо А лоту Бедному Достается Давай Уезжай Ух Как хорошо Бахнул Молодчина Давай Еще разок А я пока Сейчас Быстренько Нас всех Тут Этим Предметиком Полечу Так Волод Вернись 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 Ты че Хорошо Попал Под лечение Давайте Еще Вот эту Вот штуку Она там Урона Немного Поглощает Давай 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 Хорошо И еще Разик Тоже Используем Айтем Этот Все Готово Так Что там У нас Давайте Попробуем Сбить С ног Рома Да Походу Был Так А А Это у нас Че Откуда Регенерация Я вроде Ника Оставал Регенерация Или Это Как раз Ага Освещенная Земля Да Это Как раз Вот Сработало Вот Это Вот Ботинки Сработали И закинули Освещенную Землю На нас Обалдеть Вот Это Тема Вот Это Я понимаю Так Ну Давай Все Получились А ну Давайте Откроем Ага Говорю Давайте Откроем Это У нас На Следующий Третий Этаж Ну Давайте Оу Не Вовремя Мы Сохраниться Решили Чуток К сожалению Так Хорошо Лопнул И Вот Из Что Там У нас Какие Банки Еда Кусок Мяса По-моему Так Вроде Ничего Интересного Ключ От Маяка Уведомления Об Эвакуации Айдир Подкрепления Продвигаются Немедленная Эвакуация Дара Ундры По приказу Герцога Закрывайся Так Все Добавили На всякий случай Блин Я все время Забываю Проверять На наличие Ловушек И это Плохо На самом деле Окей Давайте Сейчас Сохранимся Как только Мы Да Так Вот Собственно По-моему Уже Видно Да Лилит Па-па-па-па Давайте Мы все-таки Как-то В боевой Порядок Все дела Плачущая Банша На вас Обрушиваются Пронзительные Вопли Звуки От которых Дрожат Даже Пыльные Балки Старого Маяка Исходят От Полупрозрачной Фигуры Женщины Парящей В центре Комнаты Каждый раз Когда ее Плечи Опускаются Вас Накрывает Очередной Волной Стенания От которых Мурашки Бегут По спине Сиангулу Какое-то Название Да Видимо Давайте Приблизимся Вы подходите И вопли Становятся Еще громче И невыносимее Клубы пыли Вокруг Ног Призрака Дрожат Черные Колодцы Глаз Впиваются В вас Давайте Мы Еще Ближе Подойдем Крики Призрака Становится Все громче Изможденное Лицо Перекашивается Широко Раскрытый Рот Полунострых Зубов Если Кто-то И может Рассеять Ярость Призрака Это Явно Не вы Давайте Зарплату Нашим Этим Наемникам Так Малое Приключение Вознаграждение 150-300 Медных Панта И все Да Назначить Давайте Старшую Бронхильду Ну а мы Че Попробуем Просто Да Сейчас Пострелять В лилит Вау Постреляли Мы в лилит Называется Так Ха 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 Вот это Будет Бой Интересный Ладно Давайте Мы Сразу Защиту Или это Благословением Было Я че Даже Не знаю Давайте Скоробейчика Сюда Этого Давайте Призрака Кого мы там Еще можем Можем еще Вызвать Ох Льдышка Полетела Ну вроде Не сильно На самом деле Так Хорошо Давай Призрачек Уже Кстати он Полудохлый Двойник Алота Ой Что это Такое Что это Что это Происходит Что это Такое Какая Это Жесть Так Пум 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 Все Мертвые Уже Практически Как ни странно Ну практически Давайте Я попробую Так Сделать Эдер Давай Тоже Ну Эдер Наверное Не успеет Что у меня Еще Есть Вот Это Вот Лечение Давайте Сразу Быстренько Решили Вывести Из строя Стойка Как ни странно Это Очень Печально И Очень Неприятно Я бы Даже Сказал Давайте Что нибудь Такое Сотворим Алот Алот Что может Еще Алот Сделать Призрак Еще Стоит Ну давайте Огненным Шаром Сюда По нам Тоже Работает Да Сметает Все На своем Пути Наносит Дробящий Урон Толстые Колющие Вызываю Хромоту У всех В области Действия Восстанавливает Вносливость Небольшой Бонус Ко всем Типам Защиты Давайте Хорошее Заклинание Защитное Такое Что у нас Малая Зловонная Ласка Давай Зловонную Ласку Заюзой Жалко Стоек Отъехал И теперь Я даже Не знаю Что мы И как Мы тут Будем Делать Там Давайте Теперь Молнии Молнии Пока они По кругу Да Лазят Туда Сюда Мы Молнии Зарядим Полечимся Огненный Шар Еще один Правда Непонятно Куда Этот Огненный Шар Кидать Потому Что Как-то Все Тут Как-то Так Себя Давайте Может Сюда На Двоих Только Попал Огненный Шар Может А у Ешку Нет А лот Тоже Отъехал Жаль Так Давай 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 Хорошо Что там У нас Два Распева Только Да Два Всего Навсего Блин Сколько Призраков Там Давайте Еще Вот Эту Штуку Заюзаем Пум 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 Молнии Одни Есть Что Кого Мы можем Вызвать Тут Не могу Вызвать Еще Одного Блайта Но Почему Странно Давайте Защиту Кинем Так Наш Таракан Еще Живет Это Приятно Так Призрака Еще Давайте Сюда Нам Пожалуйста Так Кто Там Эдер Может Еще Нас Полечить Вот Эту Пакету Да Это Больно Было Это Больно Было Реально Похоже Придется Еще Один Лунный Колодец Ставить Давайте Лунный Колодец Давай Нет Я Не Успел Лунный Колодец Поставить Но Это Все Это ГГ Походу Да Это ГГ Ладно Попытка Номер 2 Сейчас Мы Тогда Уж Да Попробуем Стойка Не Упустить Прям Вот Так Вот Сразу Давайте В Боевое Построение Может Быть Как То Даже Более Плотно Построиться Выстроиться Нет Даже Не Знаю Так Ну Мы Тут В принципе Ничего Не Можем Сделать Поэтому Сразу Нападаем Отряд Получил Немного Опыта Так Давай Отступаем Немного Так Так Упс А Молодец Так 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 Упс Да Что Так Так Притяни Ее К себе Эдер А мы Начинаем Значит Обкастовываться Давайте Защиту Блин Я даже Не знаю На кого Защиту Кидать Ок Давайте Начнем С Доспехов Да Доспехов Веры Хорошо Меточку Повесим Дальше Ммм Ммм Нам 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 От Этих Избавиться Они Сейчас Нас Заклинание Вот Это Я даже Не знаю Но Это Что-то Нехорошее Кастуется Там Очень Нехорошее Поэтому Кстати Неплохо Наверное Было бы Благословение Кинуть 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 Нас На Все Давай 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 Лечись 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 Вот Это Вжали Нас Конечно Жестко Так Так Может Быть Даже Попробовать Ладно Благословение Попробуем Ну Давай 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 Ты Полечился Уже Может Вот Эту Штуку Заюзаешь Блин Что-то Как-то Сразу Меня Из строя Выводят Это Мне Не Нравится Слишком Быстро Слишком Так Что Кто Итумаг Эдер Это Самый Хорошо Ну В принципе Огненный Шар Сюда Неплохо Зайдет Давайте Закинем Так Эдер Давай Лечи Лечи Благословение Зашло Давайте Попробуем Быстрое Лечение Вот Так Вот На нас На всех Давай Давай Ух Хорошо Успел Успел Быстро Вылечить Нас Всех Так В результате Враги Получают Штрафы Ко всем Типам Защиты Получают Постепенный Огненный Урон Вот Это Уже Неплохой Такой Вариант Я Продолжаю Что-то Делать Давай 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 Хорошо Лечись Лечись Эдер Мы убили Да Это уже Наконец-то Банше Теперь Чуть Попроще Будет Наверное Наверное Но еще Врагов Конечно Немало Так Но я Вроде Отхилялся Давайте Регенерацию Еще Вот Это Друидскую Закинем Так И Теперь Молнию Молнию Где мои Молнии Которые Вот эти Вот Молнии Огненные Шары Закончились Не страшно У нас Есть Другие Заклинания Которыми Мы можем Что-то Попробовать Сделать Давай Ну 8 Урона Понятно Давай Бомби Что-то Тоже В никуда Давай Может Сюда Так Призрак 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 Эдер Куда-то Побежал Эдер Че ты бегаешь Спрашивается Давай Че-нибудь Делай Полезное Молния Зашла Да Попробуем Теперь Вот эти Молнии Ооо Хоть Как-то Дано Работают Эти Молнии То Хорошо Теперь Лечение Так И Еще Молнии Так Что у нас Кроме Молнии Еще Интересного Осталось Ну Попробуем Молнии Столб Если Они Никуда Не Денутся Эти Призраки Делись Уже Делись Ладно Так Как там Заклинание Правильно Называлось Давайте Проверим Взрыв Летнего Пламени Галактики Возвращение Шторма Какое Возвращение Шторма Что Что это Такое За Возвращение Взрыв Летнего Пламени Слегка Попадает По Противнику 18 Урона 18 12 В принципе Неплох Относительно Так Давайте 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 Фокусим Одного Фокусим Второго И Пойдет Так Куча Всяких Ништяков Фокусим И Можно Сохраниться У-у-у. Левелапчики. Левелапчики. Целых два у нас левелапчика. Так. Это приятненько. Что мы будем качать знания? С видками я не очень люблю пользоваться. Еду хоть как-то ем иногда. С другой стороны давайте атлетику добьём. Дополнительное заклинание третьего уровня. Вот это вот интересно. Вот это вот реально интересно, на самом деле. Но с другой стороны, можно вот взять отпрыск огня, и это добавит нам еще 20% огненного урона. А с другой стороны, третьего уровня заклинаний. Блин, я больше кастер все же. А заклинаний огненных особо у меня там и нет. Давайте, заклинания возьму третьего уровня, окей. И Эддер ловлапается, но Эддера тут как бы тоже атлетику и выживания даже хватит еще на единичку взять. Бонус сбивания с ног, использование плюс одно. Так... Давайте посмотрим еще быстренько, что тут у нас есть. Точность, минус 5, не канает вообще. Отравленный клинок, стрелок, скорострел, опасное приспособление. Урон магическим оружием. Нет, неинтересно. О, оружие. Два оружия. Это у нас дуалы. При попадании одноручного оружия ближнего боя. И... Ну, это урон от двуручных. Так, это нам неинтересно. Охотник за привидениями. Упреждающий удары, уязвимая атака, проникающий выстрел, кровавая бойня. Вероятность превращения обычного в критическое с низкой выносливостью плюс 20%. Увеличение множителя критического урона. Ну, такое. Ладно. Давайте возьмем еще одно сбивание с ног. Вот. Это как минимум очень помогает против обычных гуманоидов. Вот так. И что там у нас? Ага, блин, да? Я загрузился. Загрузился. У меня сейчас бандиты намного больше увеличим в прошлый раз. Печально. Ладно. Брунхильдочку отправляем и... Давайте пройдемся по маяку. У-у-у. Платок лилит. У вас аура скрытности. Ух ты. А, это просто... Нет. Просто скрытность на единичку увеличивает. Восприятие плюс 3. Ну, в любом случае плащик интересный. Берем его. 34 золотых монеток. И у нас еще есть сундучок. Моряк широких вод. Выживание. Отличное качество. Я даже не знаю, кому мы можем такую куртофайку дать. Сейчас посмотрим, короче. Так. А книжка. Журнал. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Во-первых, давайте посмотрим, кому мы можем дать вот такую куртофайку. Посмотрим на нее. Отличное качество. Вычет урона плюс 4. Выживание плюс 2. Ясно. Дробящий, колящий, огненный. Неплохая такая куртка на самом деле. А у меня что? 7 минус 25. 8 минус 20. Я лучше себе вот ее даже возьму. Вот так. Вот это уже как-то интереснее тебе. Ну, даже не знаю. Тут надо внимательно смотреть под каждый тип урона, под каждый тип противника. Да, я хотел... Ай, кстати, вот еще. Я не заметил совсем. Атлетику пока что берем. Яростный соратник. Урон. Жестокий бросок. Меняет заваливание. Урон 20 дробящий. Что, заваливание это сбивание с ног? Вроде было, нет? Безжалостный и яростный. Небольшой урон скрытой атаки. Некоторым подходящим под условия целям. Лучше вот это вот я возьму, наверное. Да. Так. Окей. Блин, я опять забыл посмотреть журнал. Журнал у нас есть. Который я могу почитать. Чуть-чуть хотя бы. Портполон. Красную мечту в последний раз видели... Так. Сильный дождь. Затонули две рыбацкие лодки. Красную мечту в последний раз видели... Пасмурно. Красную мечту в последний раз видели... Ну, что-то... Журнал какой-то. Банше больше никого не побеспокоит. Не будет рада узнать хорошие новости. Ну, окей. Пошли. Сдадим этот квестик, наконец-то. Затянулось все-таки наше это видео. Но... Что поделать? Так, нам сюда. Зато мы расправились с банч. Мы ловелапнулись чуток, что тоже весьма приятно. И следующая серия мы продолжим. Изучать этот последний район. Узнавать, какие беды тут творятся вообще. У нас тут есть задания некоторые. Неа. Наверху обитал призрак, но я с ним разобрался. То есть, это правда? Она в изумлении открывает рот. Тут и правда были призраки? А я-то думал, рабочие просто набивали себе цену. Но теперь я хотя бы могу начать работу. Вот, возьми платы за помощь. Заглядывай иногда у меня грандиозные планы на это место. Окей. Так. И у нас остальные ребята тоже ловелапнулись. Давайте мы их быстренько ловелапнем все-таки. Так. Новые заклинания. Сдвиг измерений. Это заклинателя и выбранного союзника. Можно поменять. На самом деле, интересное заклинание. Железная кожа. Вот стена огня. Я хотел стену огня. Ну, блин, даже не знаю. Эффекты. Каждому, кто через нее проходит. Даже не знаю. Пламенный щит. Вычет урона плюс 10. Ледяной. Ответный удар на... Так. А это... Лучшие показатели вычета. Ледяной. Обжигая врагов. Наносится заклинателю. Урон в ближнем бою. Только, то есть, на заклинателе. Да, насколько я понимаю. Это немного грустно. Всего лишь одну минуту действует. Ну, давайте вот эту штуку возьмем. На самом деле, интересное заклинание. Может, иногда будет полезно меняться с Эдером местами. Тайная вуаль. Тайная вуаль. Вызывает магический защитный щит. Резко повышает клонение волшебника. Давайте я возьму тайную вуалету. Заклинание. Мы потом добавим себе еще кое-какие механику. Тут однозначно просто механику. Апэм и апэм. И дальше дополнительное заклинание третьего уровня. Блин. Точность плюс 5 на 15 секунд. Всего лишь 15 секунд. Блин. Дополнительное заклинание третьего уровня. Это... Хотя, тоже одно заклинание. Ладно. Давайте возьмем точность. Только вот теперь вопрос. Один раз за бой. И... Так. Ну ладно. Знание атлетик уберем пока что. Так. Какое мы возьмем... Какой распевчик мы теперь возьмем? За выражение. Ой. Так. При выходе из боя неинтересно. Ужас. Блуждающий... Ууу. Два блуждающих огонька призывать. Ах ты. Сражаться на стороне отряда. Давайте попробуем. И... Здесь мы еще можем что-то взять. Меткий стрелок. Точность против отдаленных противников. Плюс 5. Ну, в принципе, он у нас как бы... Как бы стрелок. Ну, как бы... Я даже не знаю. Охотник за чудовищами. Урон 25 против чудовищ. Против носителей. Против духов. Блин. Ну, даже не знаю. Минус 20. В ближнем бою... Все как-то не очень. Ну, давайте, наверное... Пум-пум-пум-пум-пум. Кстати, истребитель зверей. Хочу я все-таки взять бонусы небольшие. Хотя, с другой стороны, надо точность брать. В любом случае. Первым делом... Скорость перезарядки, кстати, вот тоже увеличить было бы неплохо. Давайте возьмем точность. Он у нас все-таки с пушкой в основном ходит, да? Или же иногда заклинаниями пользуется. И очень-очень редко... Переходит в ближний бой. Поэтому давайте возьмем вот такую вот точность. Хорошо, ребята. На этом я буду с вами прощаться. Уже больше часа у нас длится серия. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok